Есть, тем не менее, определенное количество факторов, которые сдерживают рост интернета вещей. Наверное, один из основных факторов, он такой, что достаточно много нужно вкладываться в инфраструктуру, в те же датчики, в локальные устройства, то есть во все то, что должно быть на земле, нужно достаточно много вложиться. И все эти вложения, они иногда делают бизнес-кейс как бы нисходящимся. И из-за этого какие-то процессы тормозятся, в том числе и для умных домов, и для промышленности, и для всего остального. Вот. И я сегодня, наверное, хочу рассказать кратко про сортвертную платформу, которую мы разрабатываем в Mail.ru, которая должна помочь именно этой проблеме интернет вещей. Чтобы вложения в инфраструктуру были бы минимальными, и вся бы сложность максимально бы уходила на программный уровень. Потому что все, что на программном уровне, оно делается один раз, по сути, а все, что на железном уровне, его нужно штурповать там из раза в раз, и каждый раз платя за железки, за соответствующие. Вот. Но сначала пару слов про сам Таранту. То есть, на самом деле, Таранту – это изначально та самая платформа интернет вещей, о которой я сейчас говорю, да, Таранту-IoT. Она основана на Таранту, который сам по себе является системой управления базами данных и серверным приложением в одном лице. Вот. Он был создан изначально 7 или 8 лет назад в Mail.ru, как внутренний проект. Потом он стал постепенно разрастаться, стал применяться в Mail.ru во все большем количестве сервисов. Вот. И в конце концов он стал бизнесом. То есть, мы вышли за пределы Mail.ru и стали предлагать там некие решения на основе Таранту, но уже для бизнес-пользователей за пределы Mail.ru на коммерческой основе. Вот. Ну, как бы не вдаваясь там подробно в детали, на самом деле, самый первый вопрос. То есть, казалось бы, при чем тут интернет вещей там? Где база данных и где интернет вещей? То есть, казалось бы, они там вообще находятся очень далеко друг от друга. Вот. Но мы тоже про это никогда не думали. Но в какой-то момент мы случайно совершенно обнаружили, что Таранту можно собирать на ARM. ARM – это такие маленькие процессоры из мира интернет вещей. И он там заработал. Причем он там заработал достаточно быстро, стабильно. И в целом мы удивились, и мы стали дальше эту тему прорабатывать. И в итоге вот через какое-то время эта база данных обросла неким функционалом, который был достаточным для того, чтобы рассказать, что вот мы как бы запускаем некую такую платформу для интернет вещей, которая, по сути, может работать как на интернете вещей, то есть за пределами дата-центров, так и в дата-центрах тоже. Соответственно, о чем я хотел рассказать, я бы хотел там не рекламировать особо Таранту, а рассказать именно о философии, которая вот лежит вот вообще за всем этим нашим подходом. То есть почему мы решили вот именно со стороны софта пойти вот на интернет вещей. Базовая идея, она такая, что тот IT-ландшафт, который есть в дата-центрах, то есть там разные базы данных, сервера приложений, там, все, что касается масштабирования, там, удаленное выполнение кода, вообще все эти удобства, которые нам дают там дата-центры, а дата-центр – это что такое? Это отдельное стоящее здание, где находится куча серверов и софта. Вот, по сути, все эти удобства мы хотим распространить за пределы дата-центров, чтобы они были и в поле тоже, там, и в умных домах, и в умной промышленности, там, и на умных тракторах, и везде. Собственно, там, пару примеров. Зачем вообще нужно, как бы, распространять вот эту IT-инфраструктуру за пределы дата-центра? Допустим, если в дата-центре падает сервер, там, один, то что происходит? На самом деле, обычно ничего страшного не происходит, если система умно написана, то есть какой-то другой сервер, который его дублирует, и система, в целом, продолжает работать. То есть вот всякие сервисы, которые вы пользуетесь, там, веб-сервисы, мобильные приложения, они под капотом устроены вот именно так. Поэтому падение какой-то отдельной железки не влечет за собой дата-центр, то есть недоступности. Вот. А что происходит за пределы дата-центра, когда выходит в строе какая-нибудь железка? То есть какой-нибудь, там, умный IoT-хаб или что-то другое, что вот собирает информацию с датчиков или из других, как выдевается подрядом вещей, обрабатывает и отправляет ее в дата-центр, или который управляет этими устройствами. Происходит, на самом деле, плохо. Она падает и все, и нет сервиса. Собственно, то есть базовая идея, она примерно такая, что все за пределами как бы дата-центра, все должно быть примерно так же надежно, как и в дата-центре. И составлять такую единую инфраструктуру, на которой просто работает софт. Собственно, теперь дальше кратко про проблемы. То есть на самом деле построить в поле центр обработки данных – это нереально. То есть мы не можем везде строить софты, не знаю, в каждом поле, в каждом доме. Это дорого и так далее. То есть это не экономно. Вот. То есть это нужно делать без больших вложений инфраструктуру. Поэтому мы на самом деле что говорим? Что пусть за пределами дата-центра будут те девайсы, которые там есть, там все микрокомпьютеры, там на основе ARMA, MIPS и так далее, есть, которые есть уже везде. Они, по сути, есть там в любом роутере и так далее. Но на этих компьютерах должен работать софт, который на себя возьмет всю сложность, всю как бы инфраструктурную составляющую и будет взаимодействовать с датчиками. Ну, то есть, когда они взаимодействуют, имеется в виду, что будет разбирать протоколы всех датчиков, получать информацию, которая нужна, и дальше выдавать обратные команды на устройство или доставлять его в дата-центр. Символично это вот примерно вот так вот можно описывать, что, то есть, программное обеспечение берет на себя всю сложность, а все железные компоненты все превращаются в commodity. То есть, они не… То есть, мы перестаем быть как бы вендорно-зависимыми от различных железок, которые плохо, которые все не стандартизованы, которые непонятно как менять, как аппетит, как перепрошивать, точно так же, как у нас сейчас есть в дата-центрах. Когда стоят просто одинаковые, то есть, стойки из там одинаковых серверов, абсолютно взаимозаменяемых, абсолютно не важно, кто производитель, важно только, какое там программное обеспечение стоит. Вот. Ну, по сути, то есть, это вот как… То есть, к этому должно все выглядеть, да, что за пределами дата-центра тоже все задублировано, все железки задублированы, все данные, которые локально хранятся, они зареплицированы, то есть, как в нескольких копиях. Потеря одной из железок, из там, любого устройства или датчика вообще никак на что не влияет. Протоколы все единые тоже, как в суде, так и за его пределами. Вот. И, по сути, получается такая полностью программно-управляемая система, масштабируемая, без деградации, с использованием, самое главное, самого дешевого железа, что прям… Я вот это почему-то прям ключевой компонент, потому что, на самом деле, мы в Mail.ru, ну и другие IT-компании, там, Яндекс, Google, Facebook, они тоже… Они в дата-центрах используют максимально дешевое железо, и все на… Вся система, как бы, она полностью, скажем так, вся его сложность полностью в программном обеспечении. Вот около то же самое, мы предлагаем, мы уже идем в эту сторону, делать за пределами дата-центров на интернете вещей. 15 минут почти уже закончились, да, или сколько у меня еще есть? Нет, еще есть. Еще 5 минут есть, да? Ну, собственно, на самом деле, вот, на этом и все. Еще минут 5-7 будет, будет на вопросах, да, так что я готов. Подскажите, а какие протоколы используются связи между использованием? Ну, смотрите, вот, с точки зрения, там, поддержки протоколов, каких-то проблем никаких нету, потому что программы можно поддержать любой, мы уже поддерживаем MQTT из коробки. То есть, понятно, что там, кроме MQTT еще куча всего есть, там, у каждого датчика… У каждого датчика есть, там, свой, свой собственный протокол. Я хочу подчеркнуть, что вот, сколько бы ни было этих протоколов, сколько бы ни было сложных датчиков, если вы можете взаимодействовать с этим датчиком через ПО, которое загружается из дата-центра на локальную железку, без, там, приезда техники на место, перепрошивки, покупки что-то нового, это, как бы, дает вот то самое удобство. То есть, вам не важно, какие там протоколы, их надо просто один за одним поддержать потихоньку, и с поддержкой каждого нового протокола вы сразу эту проблему решаете везде. То есть, вам не надо иметь еще раз, еще раз проблемы с определенными производителями железа. Понятно. То есть, просто я имею в виду, что в тех же умных домах очень важный параметр – это скорость реакции, да? Да. Нажимаем выключатель. Вот я ровно хочу рассказать, что когда у вас центр находится не в дата-центре, а распределенный по каждому умному дому, то есть, когда у вас, не знаю, там, роутер или что угодно, любая штука, где есть процессор, когда можно поставить Linux, является тоже частью этой сети, то она у вас будет моментально реагировать на там, ваше включение-выключение, потому что уже на ней есть локальные мозги. Мозги – это, в смысле, программа обеспечения, которая понимает, что, да, если там, не знаю, температура на кондиционере, там, вернее, или просто температура в доме выше, там, такой-то, то включить кондиционер, или если там, там, девять часов вечера, то нужно выключить свет. То есть, она может локально управлять, а настраивается все уже через веб-интерфейс, через мобильные приложения. То, что она находится локально, это просто как раз для скорости реакции, она изучает все вот эти вот огромные сети. Какое минимальное требование относительной мощности? Для Тарантула – это примерно 64 мегабайта памяти, 64 мегабайта флеша, а наездного процессора, там, самого медленного вполне достаточно. Он был изначально разработан как такая очень быстрая и легкая база данных, чтобы мы, в том числе, в МРУ сэкономили, там, на все, на оборудовании, там, и так далее. И поэтому, применяя его, вот, к маленьким железкам, мы получаем точно такой же performance, экономию, ну, пропорционально. Ну, словно, если там какой-нибудь, там, Oracle, Postgres, MySQL, там, прочие промышленные системы, они в дата-центрах оборудуют хорошо, потому что под них можно ставить, как бы, сервер за сервером, тогда они иммигрироваются на локальные железки, тут же, тут же возникает проблема с перформансом. Тут как раз ее нет, ровно по этой причине. То есть, конечная стоимость решения комплексного, да, подрастает, соответственно, количеству внедрений, там, розеток, там, выключателей? Я бы сказал так, что конечная стоимость, она пропорциональна именно количеству различного оборудования с различными протоколами. Вот, если у вас есть 10 протоколов, то неважно, у вас миллион этих, там, умных датчиков или чего-то еще, или 10. Важно в программах поддержать все 10 протоколов. Дальше все, дальше оно работает. Это, там, вот, эссея, не знаю, там, почта, mail.ru. Нам неважно, там, у нас один пользователь или 100 миллионов. Вот СОП, который все это делает внутри, он один и тот же. Он один раз пишется, и это обложение делается один раз. Еще вопросы? Ну, раз спасибо за выступление, можно сказать, продолжение вопросов предыдущего, я не совсем уж понял. Я вот знаю, вот, например, из системы ОПНТ, ну, да, где та же, в принципе, идеология, что у вас отложена, но она открытая, и туда приходят, есть выложенные байдинги, туда приходят все заинтересованные лица со своим конечным оборудованием, которое там умному тому привязано. Они, соответственно, оба эти байдинги. Байдинги, они обрабатывают свои сценарии, привязываются тогда. Я правильно понимаю, что у вас такая же ситуация? Ну, это, это что-то похожее, но надо добавить, что, вот, что, что вот здесь вот, как бы, на возгляд, уникальное, что у вас есть локальная база данных и системы управления с логикой, которая может туда тоже загружаться, прямо логику. Вот. Прямо, прямо из центра, можно там загружать логику, данные локально хранить, локально реплицировать и локально не бояться потери какой-то железки. То есть не бояться того, что в случае отказа, там, не знаю, умного хаба, вот конкретной вот штуки, да, у вас все перестанет работать, потому что оно все затублировано. Вот, вот в этом вся вот идеология. Как раз понятно, мне непонятно, как вы решаете проблему, потому что здесь, вот, вот, сегодня сейчас в производителе ограниченных устройств, да, для которых вы байтинге сами не прописываете. Вот, 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 ну, понятно, что вот эта конкретная проблема, она решается только тем, что нужно этот байтинг поддержать. Вот. То есть, условно говоря, его так или иначе надо сделать. Но идеология не в том... Да. Мы, ну, то есть, смотрите, мы поскольку сами являемся вендером, то те партнеры, там, клиенты, с кем мы взаимодействуем, если у них нет байтингов, мы их сами пишем. Или мы привлекаем интегратора, там, это зависит от. Если у них есть интегратор, который готов кто-то написать, он пишет. Нет, мы пишем. То есть мы тут в этом смысле открыты. Вы имеете вендером железо? Нет, я имею в виду, что мы являемся, как, вендером софта, и когда мы поставим какое-то решение, мы сами можем сделать все байтинги, или они, или интеграторы, зависит просто от конкретной ситуации. Ну, не на что. Коллеги, еще вопросы? Какие-то вопросы по продажам у вас есть? Насколько это у вас требует? Пока мы озвучить не можем, у нас сейчас идет параллельно, там, порядка, ищите пилотов в разных отраслях. Ну, то есть там это и в промышленности, там, и на кораблях, например, там есть Минкейс, и, не знаю, и в сельхозе. То есть там, грубо говоря, достаточно все дефицировано. Ну, на самом деле, я могу просто... Масштаб бизнеса? Масштаб в смысле нашего или разных всего? Тех, кто пользуется этим. Каким компаниям? Ну, компании, там, среднего и, как бы скажем так, из среднего и крупного бизнеса, я бы так сказал. Потому что, на самом деле, у маленького бизнеса, там, у них таких проблем нет, и у них денег таких нет. Надо понимать, что все-таки любое такое внедрение, там, ну, миллионы, то есть, то есть, как бы, рублей, то есть, вот миллион, наверное, может быть, 10 миллионов, может быть, еще больше. Потому что все-таки это очень много, там, большой комплекс, там, и так далее. Соответственно, это средний, там, крупный организм бизнес. У меня, в принципе, есть презентация, где все эти могу прислать вам. Там обезличено просто, обрисованы сценарии, то есть, как вам взаимодействовать, с кем, и так далее. Угу. У вас больше баз данных-то, получается, конечный или все-таки для разработчиков? Это, скорее всего, продукт для разработчиков, в том смысле, что это не прям вот такой end-to-end продукт. Прям поставил, и, там, тут же куи, и все такое. Нет. Там, 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 там нужно еще разрабатывать. То есть, мы сами тоже это делаем, или это делают партнеры-интеграторы, или сам тренд это делает иногда. Мы как раз тут говорим о том, что мы не хотим быть еще одним вендором, который все на себя лочит и говорит, вот только наше, и по-другому никак. А во-вторых, мы открыть эту платформу, мы говорим, используйте нас, если хотите, там, мы со всеми, которые интегрироваться. Нам, как бы не жалко, мы не жадны. То есть, мы не затыкаемся на себе. Мы, там, вот, очень открыты. Следующий вопрос. А чем вы, допустим, лучше, а Монг ДП, допустим, какие-то особенности могут быть? Ну, конечно, есть. Во-первых, Монг ДП, она, она не очень быстро будет работать на маленьких компьютерах, на одноядерных. То есть, если там проводить тесты, там и по зрительству не очень хорошая. Она больше ест памяти, там больше ест слэша. То есть, она, ну, как сказать, для нас очень, так сказать, очень маленькие ресурсы, да, вам нужно что-то очень-очень быстрое, что будет дальше на маленьких ресурсах, как бы, так сказать, выдавать тот перформанс, который вам нужен. Потому что в чем проблема этой вещи? Что там много очень этих девайсов, и если каждый из них будет дорогой, там, не знаю, там, если он будет стоить, там, не 50 долларов, а там, 200, там, теперь 500 долларов, то это просто тут же рушит всю экономику. Поэтому там, грубо говоря, это вот, так сказать, откат такой, с точки зрения железа, не знаю, там, на 10 лет назад. И вот нужно уметь, чтобы текущий софт, который пожирнил уже и привык, там, к новому железу, там, к 32, так сказать, ядерного СНРА, что МОК там тоже, на вот этом старом, как бы, железе, тоже нормально работает. МОК, Кассандра там, если кончить новую шкурель, они этого делать не умеют. Не заточены просто под этим.